Может ли Коран или кто-то из семейства Ахлбейт заступиться за нас в Судный день? Начнем с Священного Корана. Насчет относительно того, что Коран будет заступаться за верующих в Судный день, относительно этого нет разногласий между мусульманами. И как сунниты, так и шаиты единогласны в том, что Коран будет заступаться за верующих в Судный день, за тех, кто держался за Священный Коран, за тех, кто уделял время Священному Корану, за них в Судный день Священный Коран будет заступаться. И по этому поводу имеются предания как в суннистских источниках, так и в наших источниках. Это что касается Священного Корана. Поэтому абсолютно никаких сомнений нет в том, что Священный Коран является заступником для верующего в Судный день. А что касается Его Светлости Посланника Аллаха, то, опять-таки, здесь никаких разногласий между мусульманами нет. Ибо в Священном Коране Всевышний говорит в Суре 17, в аяте 79, Всевышний говорит «Ва мина лейли фатахаджад бихина филатан лакя аса ан яб асакя раббу ка ма ка ма 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 муда». Всевышний говорит «Выстаивай часть ночи, совершай молитву часть ночи. Есть надежда и возможно, что Всевышний возвысит тебя до восхваляемой степени». До восхваляемой степени. И опять-таки, то есть здесь Всевышний обещает за выполнение ночных молитв, говорит, что выполняй ночные молитвы, чтобы достичь этой степени, степени восхваляемой степени. Что за восхваляемая степень? Опять-таки среди мусульман нет никаких разногласий по этому поводу. Все единогласны в том, что как суннитские учёные, так и шиитские учёные. И предания имеются у нас на эту тему, что эта степень, то есть восхваляемая степень, это степень заступничества. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейкум и алейкум и ассалям, является заступником для верующего в судный день. И опять-таки здесь, конечно же, учёные рассуждают на эту тему, и здесь можно сказать, что так как Всевышний причину этой степени указал, то есть, а именно выполнение ночных молитв, то возможно, вполне возможно, что этой степени может достичь и обычный человек, и обычный мусульманин, не являющийся посланником, не являющийся пророком и не являющийся имамом. Поэтому по поводу его святости, посланника Аллаха, саллаллаху алейкум и алейкум и ассалям, никаких разногласий также нет. А что касается имамов, ахлебейд, непорочных, то опять-таки в наших источниках неоднократно, множество раз, упоминается то, что и они обладают этой степенью, то есть, в Макаме Махмуда обладают все непорочные, не только его святости, посланник Аллаха, саллаллаху алейкум и алейкум и алейкум, и даже более того, от непорочных, обратите внимание, от непорочных до нас дошли дуа и зияраты, в которых нас учили просить у Всевышнего эту степень. То есть, и верующие, и простые мусульмане, и простые верующие могут достичь этой степени. В противном случае, имамы нас не учили бы подобным дуа. И это означает, что этой степенью, степенью заступничества, может обладать и простой верующий. Верующий, который достиг этой степени. Макамен Махмуда. И помимо этого, в Священном Коране Всевышний говорит в 19-й суре Марьям, в аяте 87, Всевышний изволил сказать «Ла ямликуна шафа'ата илля маниттахода инда ррахмани ахда» «Что не удостоится заступничества, кроме тех, у кого был завет со Всевышним». То есть в этом аяте Священного Корана Всевышний ясно и двусмысленно даёт понять, что в Судный день те люди, у которых был завет со Всевышним, и они были верны своему завету, то в Судный день они смогут заступаться за других. И, конечно же, этот ахады, этот завет был у посланника Аллаха, и этот завет был у непорочных. Поэтому совершенно очевидно, что они будут обладать этой возможностью заступиться за верующих. И даже более того, обратите внимание, в преданиях до нас дошло, что, например, в Аль-Кафе имеется предание, в котором его светлость, имам Саады Галей, салат ва салам, толкует этот аят Священного Корана. И вот что говорит имам Саады Галей, салат ва салам, имам Саады Галей, салат ва салам, говорит, этим заветом является следование за Ахлал-бейт, следование за Алибн Абиталибом, салат ва салам, и другими имамами и непорочными. То есть, если человек выполнит этот завет, и будет следовать за Ахлал-бейтом, то он будет из числа тех, кто сможет заступиться, кто будет заступником за верующих в Судный День. Поэтому мы обнаруживаем в наших источниках, что заступником не только являются сами имамы и Ахлал-бейт, но и их настоящие шииты, но и те, кто живет их религией, живет следованием за ними. Поэтому, отвечая на этот вопрос, да, и Коран, и Ахлал-бейт будут заступниками, и даже более того, некоторые верующие, некоторые последователи Ахлал-бейт